Какому писателю принадлежит повесть Тараса Бульба? Серьезные вопросы, на три косыря идем, подсказки не принимают. Тарас Бульба? Тарас Бульба. Александр Сергеевич? Тургенев? В каком году началась Первая мировая война? Я знаю, что в конце, по-моему, 46. В конце 46, да? Вроде бы. Я уже вспомнила Вторую мировую. Первую не могу. Ну, а Вторая мировая война, когда началась? Ну, я говорю, 46 на конце, по-моему, должна быть. Тысяча... Почему? Тысяча 46 уже нет? Тысяча там. Вторая мировая. А что? Здорово, меня зовут Жека. И сейчас будет... Что сейчас будет? Вопросы за бабосы. Это рубрика, которая вам, она нравится. Поэтому с удовольствием я ее снимаю. Рядом со мной стоит Мишаня. Мишаня, привет. Привет. Мы с Мишанова с одного района. Мишан набрал мне и говорит, желаю поучаствовать. Ну да, попробовать тоже с тобой вместе. Ну, в YouTube всякая эта фигня. Есть у меня канал другой, где я снимаю, что мне по кайфу. Вот здесь вам по кайфу вот это смотреть, я это снимаю. А то, что мне по кайфу будет на том канале. Мишаня тоже подготовил ряд очень серьезных вопросов, на которые, я думаю, люди с удовольствием, привлеким, будут отвечать. После этого видоса туда залезаем и там все это с удовольствием смотрим. Да? Конечно. Так, а сейчас будем окучивать народ, платить им бабосы за вопросы. Изменяю концепцию, делаю все по-другому, потому что в комментах вы все погнали на меня, что я там дофига подсказываю, кому-то там не подсказываю, там подсказываю, тут подсказываю. Короче, по-другому все будет, как будет, сейчас все увидите. О, вот этот, смотри, идет с прическом. Молодой человек, можно вас, пожалуйста, для участия в нашей программе? Здравствуйте, как вас зовут? Адам. Какое прекрасное имя. Адам, можно поближе к камере? У нас такая рубрика на ютубе, я задаю вопросы простые, за ответы плачу бабосы. Сейчас я вам задаю 5 вопросов, можно на ты, Адам? Конечно. Сколько годиков? 22. Тем более. Адам, 5 вопросов, Адам, Адам, прости, брат, 5 вопросов. Если я не подсказываю, то 3000 ты получаешь за правильные ответы. 3000 рублей ты получишь. Нечасимая. Если я начинаю подсказывать, то уже с 3000 мы снижаемся до 1000. Если я начинаю подсказывать, то я буду тебя вытягивать до 4 вопроса, включительно, и 1000. Если на 5 вопрос не можешь без подсказки, то пятихатку получаешь. Ну, попробуем, давай. Ты пользуешься подсказкой, если угадываешь, то пятихатка. Все очень строго. Хорошо. Погнали. Сторона прямоугольного треугольника, лежащая против прямого угла. О, Господи. Думать надо здесь. Думать, думать. Ну, я бы хотел подсказки. Да? Да, а то тут... Ги. Что? Гэ. Я не знаю, как подсказать. Я не зелен в математике вообще. Я не знаю, как там витиева-то подсказывают. Могу первые две буквы подсказать. Ги или Ге. Ге? Да, или Ге. Даже не знаю, как пишется, если честно. Так, повторите еще раз. Сторона... Ну, смотри. Прямоугольный треугольник, да? Сторона прямоугольного треугольника, лежащая против прямого угла. Вот у нас есть треугольник, да? Вот. Вот он, да? И вот эта вот хрень, вот эта вот мандулайка, у нее есть название. На Ге. На Ги. Капец. Капец. Сложно. В конце за. Гипотеза. Ой, все, я ушел. Улетел. Гипотеза, да, это прикольно. Нет, ну сложно. Гипо. Гипо, гипо, гипо. Гипо. Нет, ну не... Хрен с ним, да? Гипотеза. Что, гипотеза? Да, гипотеза. А ты не знал, на каком острове? Так, конечно, знал, но... Ну, без практики у меня все. Спасибо, Адам. Адам, спасибо. О, вон тот хмырь, смотри, идет, кучерявый. Вообще наш человек. Ну. Да. Да, да. Я вот издалека на тебя смотрю и понимаю, что ты наш человек. Да. Да, можно тебя поближе сюда? Я сейчас тебе задаю пять простых вопросов, а за ответы ты получишь бабоса. Ну, давайте попробуем. А как зовут тебя, братиш? Дима. В каком году началась Первая мировая? О, это вопросы вообще не по мне. Честно вам скажу, я на такие вопросы не смогу ответить. Какие вопросы ты сможешь ответить? Насчет истории и всякое такое, я как бы не отличник. То есть тебе нужны сейчас подсказки? Ну, наверное, да. Три тысячи ты уже не получишь. Я понимаю. Четыре вопроса я тебе подсказываю, это на тысячу ты идешь. Нужно будет ответить, да? Да, да, да. Первые две цифры, один и девять. Давай вторые две цифры. Вообще, я не знаю, честно. Ну, я слышал, но ответить не смогу. Ой, я вообще не отличник, как бы, да. Ты отличник? Не отличник. А, не отличник. Ну, я принимаю учебу, я всерьез. Да? Своими делами занимаюсь. Какими? В модельном агентстве. Ну, ты модель. Да. Ничего себе. И что ты делаешь как модель? Снимаюсь в сериалах, снимаюсь в кино. А в порно пока еще рановато сериалы снимаю. Ну, кстати, думал. Думал об этом? Вот вопрос как раз для него. Иди сюда, пиши. Вот сейчас вопрос уже посерьезнее. Пожалуйста, Михаил, вам слово. Это вы увидите на другом канале. Поехали. Все, давай. Ты знаешь, что такое? О, смотри, какой интеллигентный чувак. Ну, да, у него вот, бро, ты агузок. Агузок, да. О, вон тот, мне вон тот больше нравится. Агузок? Да ну. Дружище. Как зовут? Ибергим. Вот то, что у тебя вот бандана, так и было? Или ты так замутил? Есть такая песня у R&B-клуба, у платины на башке бандана. Если не в курсе, послушай, вот я big boy три сотни, поэтому поляна на блоке. Кто смотрит, поймут, наверное. Вот это объяснение. Ну, я ни хера не понял, но прикольно. Почему я нашел платино? Ну, это стиль. Подожди, что ты носишь? Бандана, бандана. Это стиль. Да. Что, сишка нормальная? Ну, такое, стрельнул, дунхил какой-то. Или данхил. Не, не знаю, я не курю сишки уже давно. Как называется Адре... Ой, это вообще не надо тебе такой вопрос задавать. Не, мне сложно. Мне еще на уровне первого, второго класса. А, все, давай, давай, давай. Поближе давай сюда. Как за... А, Богдан. Ибрагим. А, Ибрагим. Ибрагим, кто придумал алфавит? Мой прадедушка. Как звали его? Честно, не помню. Скалерозник немножко. Не помню, но я точно знаю, что это он. Если я начну подсказывать, то сумма твоего выигрыша уменьшится. А, мы на деньги играем? Конечно. Я понял. Нет, ты ничего не должен будешь, я тебе... Алфавит, алфавит, его звали алфавит. Не, не, не. Два чувака. Кирилл. И Мефодий. Ну да, все. Все, ты уже меньше бабок получишь, я тебе подсказал. Сколько хромосом в геноме человека? 36. Побольше чутка. 42. Еще чуть-чуть. Побеньше, побольше. Побольше. Поменьше. 49. Поменьше. 45. Побольше. 46. Все верно. Вау. Вау. По какому озеру проходила дорога жизни во время Великой Отечественной войны? Не, ну это будет, конечно, очевидно, если я скажу Байкал, но, скорее всего, не он. Озеро Дунай. Дорога жизни. Ты знаешь, что это такое? Нет. Нет? Когда по озеру была такая дорога, по которой шли с провизией машины ехали, их бомбили, и это прям была тяжелая такая дорога, не каждый мог проехать автомобиль грузовой с мандаринами, чтобы довезти это до города. Нет, это история... А город был... Город был... Ну, мне немножко стрёмно, но я, скорее всего, не отвечу на этот вопрос. А ты из какого города? Казань. Какой город был в блокаде во время Великой Отечественной войны? Ленинград, Ленинград, ну это на слуху, да? И дорога жизни, она, вот эта дорога... Ленинградское озеро. Ленинградское озеро? Нет, 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 нет. Так, как же тебе подсказать-то, я даже не знаю. Букву первую просто. Три буквы, Лад. Ладожское. Ладожское озеро, да. Походу, я ничего не учу. Да ладно, что-то... Учитесь дети в школе. Отрезок, соединяющий две точки окружности. Сложный вопрос, базарнули. Я сам такой... Я не знаю тоже, как дают ответы. Я просто не был готов к таким вопросам. Я думал, ну, 2 плюс 2, там, ну, не знаю, ну, 4 бы точно. Ну, это седьмой, кажется, или восьмой класс. Да, вот я же говорю, школьную программу, в принципе, вот на таком уровне, базовом, знаю. Hello, my friends, там, в английском. Ну, этот отрезок, там, х на х. Хипотенуза. Не, не, не. Хатит? Нет. Хиросима, я не знаю. Хо. Хо-рамба, хорей. Хо-холисим, хомрик. Ну, короче... Колобок. Харда. Харда, харда, харда. Сложновато. Все, Ибрагим, сейчас мой коллега Михаил задаст тебе более серьезные вопросы. А еще серьезнее. Да, да, да. Михаил, можно вас, пожалуйста? Да. Это вы увидите на втором канале. Мне пишет мужик, ну, мужчина, пишет мне на почту, говорит, Евгений, не могли бы вы прорекламировать инстаграм-канал моей дочери. Я думаю, ну, базара ноль, такой смотрю, там ребенок, там сколько, я не знаю, сколько лет, лет семь, восемь, шесть, я не знаю, сколько лет. Я созваниваюсь с человеком, говорю, расскажите вообще, зачем моим подписчикам подписываться на вашу дочь? Он говорит, ну, моя дочь, она модель. Модель, ребенок. И есть модельное агентство, где она участвует. И в целом, я говорю, да, я иду, говорю, кто, ну, для чего вообще подписываться-то, ну, модель, там, не модель. Он говорит, ну, те люди, у кого есть дети, кто хотел бы, чтобы его ребенок, там, не важно, там, мальчик, может, девочка, был бы моделью, да, можете наблюдать за аккаунтом моей дочери и понимать, как это работает, вот эта вот вся сфера. Говорю, там, ну, столько-то по бабочкам, мне говорят, ну, давай, ну, по бабкам мы сошлись. Я говорю, ну, в целом, давай, я так и расскажу о том, что, ну, короче, я уже все и рассказал. Но в то же время я говорю, ну, давайте замутим так, что будет розыгрыш еще в вашем инстаграме, похожий на мои розыгрыши, связан с простыми вопросами. Это видео вышло, и, там, через недельку сделайте в инсте что-то такое, ради которого люди еще могут подписаться на ваш инстаграм, чтобы потом поучаствовать и что-то тоже выиграть. Денежный приз, либо какой-то другой приз, я не знаю. Они это сделают в своем инстаграме, поэтому залетайте на инстаграм девочки-модели, там будет розыгрыш и вот такая реклама. Ничего, говорю, как есть, просто как есть, так и говорю, все. Да, это была реклама. Что, снимаете? Что, снимаю? А сюда можешь подойти, я тебе расскажу. А я не знаю. Да? Я не знаю. Поучаствуйте, да? Ну, я не знаю. Давай. Да, ну, не бойся. Как тебя зовут? Меня зовут Камила. Ты не подсказываешь. А я могу подробно. Да, можешь, давай. Офигеть. Как называется новорожденный лягушонок? Без подсказок, пожалуйста. На три косаря сейчас идем. А, головастик. Отлично. Наемные рабочие, передвигавшие речные судна вручную с помощью бичевы и весел. Что такое бичева? Не важно. Веревка такая, нет? Скорее всего. Рабы? Кто еще? У них есть прямо специ... А, я же не могу пока подсказывать. Да, пока не можете. Можно еще раз вопрос? Что там? Чуваки, которые передвигали судно, они на земле, судно в воде. Вот они его тащили с помощью бичевы и весел. И пели... Э, кухня... Знаешь такую песню? Может, не знаю. Ну, как бы моряки хочется сказать. А, подожди, я же уже подсказывал тебе. Ну, ладно, нормально. Пока еще нормально. Идем на три косаря. О, блин. Нужны подсказочки? Наверное, вот в этом вопросе да. Есть картина такая, кажется, у Репина. Чуваки на Волге. Мне кажется, уже даже был такой вопрос. Да, был. Да? Что за чуваки на Волге у Репина было? С Волгой что-то связано. Да нет, это просто картина была у Репина такая. А так... А так... А так вот как-то так, на Б. Б? Да. Блин, сейчас. Вот что-то в голове есть на Б? Как будто бы булочка. Бу... Ха-ха-ха-ха... Ммм... Ну, бу... Бу... Буч... Бучки... Бу... 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 Ха-ха-ха... Бу... Блин, нет. Бурлаки. Бурлаки. Все, поняла. А то есть, когда не отгадываешь, то все, да? Ну, конечно же. В каком году началась Первая мировая война? Вот это по истории я знаю. По-моему... Тысяча... Я всегда путаю вторую с первой. Что за война-то была? Кто там? Прямо мировая она была? Эм... Вот почему так всегда? Реально. Я знаю вопрос. Я знаю, что в конце, по-моему, сорок шесть. В конце сорок шесть, да? Вроде бы. Или... Так, давайте вот этих вот без... М-м-м... На три косаря сейчас у нас вопрос. Эти сорок шесть. Почему так сложно? Я уже вспомнила Вторую мировую. Первую не могу... Ну, а Вторая мировая война когда началась? Ну, я говорю, в сорок шесть на конце, по-моему, должна быть. Тысяча... Почему? Тысяча шесть, 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 или нет? Вторая мировая. А что? Подсказывать себе? Хотя, как я могу подсказать? Тысяча девятьсот... Первая мировая началась в тысяча девятьсот до революции. Революция когда? Давай, мы в них проходили недавно. Сколько тебе лет? Семнадцать. Хватит. Тысяча девятьсот четырнадцатый год. Ну, ёлки-палки. Всё, вечеринка закончилась. Да не за что. Всё, давайте. Надеюсь, мы не попадём. Если бы с ней были развилки, я бы сказал бы какой-то там ответ. Я сейчас... Я холостяк. Холостой. Патрон. Слушай, прикинь, я не знаю. Мы с тобой, кажется, вообще ничего даже не записывали. Вообще ничего не записывали? Да, прикинь. Я вот просто сейчас смотрю, что мы не с тобой. Уже тут двадцать минут разговариваем, но не записали нихера. Вообще капец. Ну да. Давай ещё раз. Бывают огорчения в жизни. Вот тогда мы начинаем заново. Давай заново. Ой, ёкарный бабай. На три тысячи, Итёк, какое трагическое событие произошло в 1912 году в Атлантическом океане? В Атланти... Факты, подтверждающие непричастность подозреваемого к какому-либо преступлению. Ещё раз, можно повторить вопрос? Своими словами. Совершилось преступление, но ты его не мог совершать, потому что у тебя есть отмазка, что ты присутствовал в другом месте. Что это? Это... Как называется? Я много раз попадал и говорил, у нас есть это... Блин... Сейчас, секундочку. Алиби, алиби. Ой, ёлки-палки, вот это сильно. Вот это сильная работа, Николя. На три косаря идём, Коля. Как называется процесс преобразования растениями солнечного света в кислород? В кислород? Как? Ещё раз можно повторить? Своими словами. Солнышко светит на цветочек. Цветочек выделяет кислород. Мы дышим благодаря растениями, всякой этой лабуде. И этот процесс называется... Немножечко слова, хотя я пока не могу подсказывать. Да, не надо, это получается... Кислород. А? Кислород? Нет. Не люблю. Ну так... Господи, бля... Подсказывать? Ну подскажи, давай. Этот процесс называется фото... А дальше такой более биологический термин. Крутится на языке, но никак не могу выговорить. Фото с... Фото с... Фото си... Фото синтез. Идём на тысячу рублей. Вопрос номер четыре. Назови автора вредных советов. Автора вредных советов? Да, да. Советы вредные кого? Григория. Такая фамилия у него еще такая прям... Достоевский. Нет. Григорий... А ты читал Григория Достоевского? Ну как бы просто слышал где-то там. Почему-то я помню, что вот в школе еще нам даже читали их. И такая фамилия у него, быстро запоминающая. Григорий О... Амедов? Нет. Как? Амедов. Амедов? Нет. Ос. Григорий Ост. Осте. Григорий Осте. Не знаешь, да? Не знаю. Честно с вами. Осте. И назови просто последнюю букву. Остин. Как? Остин. Нет. Осте. Лев что делает? Причит. И поэтому Григорий Осте... Остер. 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 Не знаю, это было. Последний вопрос. Окей. Если я не подсказываю, то получаешь тысячу. Если подсказываю, то пятихатку. Согласен. Учитель и воспитатель Александра Македонского. Александр Македонский. Почему ты поддох на хуй? Ёбаный урод. Извините, ребята, но косаря я не получу. Честное слово. Подсказка, да? Есть мой френд. Ну, это философ... Господи, помимо... Ну, это очень известный чел вообще. Пипец. Ученик Платона. Мыслителя тоже очень серьезного дядьки. На букву А. Давай представь себе древнюю Грецию. И вот очень уважаемый дядька, который остался... Его имя на слуху у всех по сей день. Ар? Армагеддон? Нет. Ну, кроме Армагеддона, я больше ар больше не знаю. Честно... В конце мягкий знак. Ладно, я не знаю, честное слово. Лен, Колян, как хочется пятихатку куда-то тебе закинуть-то. Ар... Ли. Ар... Аркадель? Кто? Аркадель? Нет. Не Аркадель. Армадель? Такого вообще нету. Ари? Блядь. Вот можешь издеваться над... Ари? Ариль. Да не знаю, честное слово. Аристотель. Аристотель. Ну и... Похуй. Ну не знаю, так не знаю, блядь. А ты что, постёшься всё время здесь, в галереи, что ли? Да. Иногда. Иногда? Да. Ищу свою любовь, как сказать. Любовь ищешь? Да. Всё, Коль, спасибо тебе за участие. Давай. Всего доброго. Привет. Такая история есть. История? Есть возможность поучаствовать. Давай, подходи. Прекрасно. Какая супер история, ты говоришь? Поближе сюда подойди. Да. А что, куда? Сюда? Сюда, да. Что ты говоришь? Мы живём в Кудрово. В Кудрово. Смотрим тебя буквально каждую неделю. Всегда, постоянно, все выпуски абсолютно смотрим. Когда ты на год пропал, мы вообще тебя потеряли. Серьёзно? И вот сейчас смотрим, смотрим. И такие первый раз в город буквально приехали за месяца полтора-два. И думаю, вот круто было бы тебя встретить. Идём в галерею, и ты стоишь. Я считаю, это знак. Так что работаем. Работаем. Как зовут тебя, братан? Илья. Илья. Ильюха. Слушай, я уже так долго здесь стою, на самом деле. Бабусиков никто ещё не сорвал. Я тоже не сорву. Да? Глупенький. Глупенький. Какому писателю принадлежит повесть Тараса Бульба? Серьёзные вопросы, на три косыря идём, подсказки не принимают. Тарас Бульба? Тарас Бульба. Тарас Бульба. Тарас Бульба. Александр Сергеевич? Тургенев? Кто такой Тарас Бульба по национальности? Тарас Бульба. Грузин? Хохол. Хохол. Кто про украинцев или украинцев, как говорится, я не знаю. Кто писал в основном? На хуторе Близди Каньки. Всякие какие-то мистические вещи. На хуторе Близди Каньки. Мёртвые души. Гоголь. Гоголь. А, пипец, я начал подсказывать. Ничего страшного. Главное просто удовольствие. Всё, тогда мы уже на тысячу перечли. Ничего страшного. Окей. Литература не моя. В греческой мифологии герой, совершивший 12 подвигов. А я откуда должен знать эту информацию? Ну, слушай, это легко. Во-первых, чувак очень... Зевс. Я знаю только Зевса из греческой мифологии. Получек, полубог. И не Ахиллес. Гомер? Гарем Симпсон. Это сложный вопрос. Смотри, этот чувак совершил 12 подвигов. Причём ему ещё пришлось завалить свою жену, своих детей. Да, он же всех завалил. У меня просто в истории... У меня тяжело с этим. На ГЭТе подсказывает, жена на ГЭТе. Геракл. Герасим, Герасим. Конечно, Герасим. Да, Геракл, да. Геракл, да. Геракл, да. Геракл. Геракл. Геракл, да. Ну, ну. Кофевар, специалист по приготовлению. Кофе. Ну, не борись-то явно. Четвёртый вопрос. В чём измеряется энергия? Джоуль. Пятый вопрос. Так. Если я не подсказываю, и ты отвечаешь, ты получаешь тысячу. Так. Если я подсказываю, ты получаешь пятихатку. Так. Это сложно. Как называется самая высокая точка в Африке? Африка. Африка — это самая высокая гора. Давай начнём с... Африка. Африка. Не. Ты высокий. Не Джималунгма. Нет. Ну, не пустыня Сахара. Точно нет. А какие горы вообще в Африке есть? Блин, сложный вопрос. Чё, подсказка? Ну, подожди. Так. Смотри. Значит. Начнём с подсказки. Я даже знаю, как... Ты иди сюда. Давайте вместе, да, отвечайте на него. Ты не хочешь идти сюда? Ну, иди сюда что-то, что-то, что-то. Да не бойся. Твоя жена, да? Моя жена. Как зовут? Ангелина. Ну, вытаскиваем уже, Ангелина. Я не знаю. На К. Ки. Ну, куда ещё подсказки? Я сейчас скажу. Ки? Давай. Ки? Не, я правда не знаю. Про Геракла я ещё смогла. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас скажу. Не скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ки... Кинг... Кинг Джо... Кинг Джо что-то такое? Ким Чан Ин. Ким Чен Ин. Ким Чен Ин. Кинг Джо, конечно. Он же везде. Конце, Ро, Ро. А я знаю, я сейчас скажу, сто процентов знаю. Ну, сейчас скажу. Ки, дай подумайте. Буквально, дай 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 дуби и Ро. Да. Прям крутится в голове, не поверишь. А вот знаешь, когда смотришь видео... А когда смотришь на все, просто отвечаешь. Не, не на все четыре, где-то обычно. Мы всегда вдвоем попал. Есть вопросы, в которых я вообще не шариваю. Вот там мифология, каньте, литература. Ки... Ля-ля-ля-ля-ля... Ро. Я понимаю, да. Я знаю этот ответ точно, сто процентов. Ки... Ким... Кил... Кил... Вот это можно знать. Моро, да? Мануро, что-то такое там, да? Сложно. Килиманджаро. Ура! Ребята. Смотри, коловышки сегодня набрал. Не правда никто, а сколько людей было? А можно еще один? Еще. Держи. Вы представляете, такое бывает, ребята. Это бывает. Я и Гоголя. Я не знал. Это пятый класс. Мифология-то первый курс. Спасибо, зор тебе, Ильюша. Очень приятно было посотрудничать. Да, ребят, давайте. А можно еще один раз? Как говорится. Да, ну, зачем тебе это надо? Как интересно, Радик. Все, ребята, давайте. 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 Пока вам того же. Все, видео закончилось. Всех целую. Всех в душу. Там, в сосочки. В сосочки не всех целую. В подмышке вообще я не буду никого целовать. Так. Но, 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 но. Напишите, пожалуйста, комментарий. Какой-нибудь там хороший такой вот для Жеки. Вот, Жек, вот для тебя комментарий вот так вот, да? Ну, или, прошу. Ну и, конечно же, эээээээ. Волосатая. Волосатая. Да, напишите волосатая. Вот, кто напишет волосатая, то вы, вы сечете тему, вы сечете тему. Вот, волосатая. Спасибо. Всех я целую. Вдушеньку. От души вам всем, ребята. Пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...